Итак, вчерашний, я бы сказала, тренинг наш, обучение наше по системе, в которой мы находимся, по условиям, с чем мы работаем, для меня был очень важным. Во-первых, я не могу вам показать бэк-офис сейчас нашего президента и нашего исполнительного директора. Почему? Потому что это административный офис. Я вчера некоторые фото выставляла, можно было понять, что это административный бэк-офис, там видно Мигел Гомыш. Я просто хочу объяснить, что происходит с нашей системой. Почему? Мы все люди, мы все ждем возможности как можно быстрее начать работать с полной отдачей и понимать, что происходит с системой. Мы помним, что на протяжении его длительного периода, более одного месяца, у нас без конца заходила система на апгрейд и выходила, снова допускались ошибки. Никак не могла я для себя прояснить, что происходит, почему они не могут один раз навсегда исправить ошибки. Пояснение вчера дал программист. Можно давать много советов. Программисты могут рассказывать и показывать, что и как лучше делать. Вопрос в одном. Что? Нет на сегодня практики работы в сетевом маркетинге одновременно с двумя платежными единицами. У нас две валюты. Это Eagle Social Gold Coin и Bitcoin, которые работают параллельно в одной проплате, генерируют в одной проплате бонусы по своим направлениям. И оба этих койна дают возможность зарабатывать комиссионные. Поэтому, чтобы эта система начала работать, это все практика проб и ошибок. Прописаны программы, программы улучшаются. Мы видим, что по сравнению с месячной давностью даже то, что выдавала система, бесконечно пересчитывались баллы. Сейчас гораздо лучше. И Miguel Gomez еще в воскресенье выставил информацию, что на 95% система готова. На сегодня, вот я только приехала из офиса, очень много вопросов, запросов по программированию, что-то у кого-то, кто с чем-то не согласен. Практически 99% когда мы открываем запросы, все ясно, понятно и все правильно. Вопрос в том, что мы еще не знаем толком, как считать, куда смотреть. Я сегодня покажу в конце презентации BackOffice и покажу понимание, где какие баллы нужно посмотреть. Теперь система практически готова. Но для того, чтобы нас не закрывать каждый день на исправление каких-либо текущих ошибок, они создали дублер, параллельный дублер. И все исправления наш программист, директор команды Этишников, он делает на этой системе. Вот когда я прихожу и что-то мы видим, чем-то недовольны, и у нас еще нет вот той позиции, которую мы заявили через поддержку к исправлению, либо к изменению, мы ее не видим в бэк-офисе, мы сразу звоним. Почему не так? Он у меня открывает дублер, мы там все видим. Я поняла только сегодня это. То есть что получается? Перезагрузка системы пройдет уже, вот сейчас они выставили все ошибки, заканчивают работы на дублере. Перезагрузка системы пройдет, когда они полностью будут уверены, что они сделали там три каких-то погрешности, с воскресенья выдавала система три погрешности, что они исправлены в программировании, что мы сможем получить работающий вариант системы в двух валютах оплаты при полном контроле автомата, что распределение баллов, бонусов комиссионных идет корректно, при этом должны корректно информация сохраняться в бэк-офисе, это очень важно. Поэтому, учитывая, что нет на сегодня примера, кто бы мог помочь и сказать, как это делать, мы первые адаптируем эту систему. Почему столь важно ее адаптировать сейчас и довести до совершенства? Потому что добавляться будут все три наших коина, у нас проплата будет идти во всех трех-четырех наших коинах, следовательно, четыре бинара. А если еще добавится эфир, то есть у нас будет засчитываться бинар во всех коинах, которые заходят из нашего обменника через платежную нашу систему. Поэтому, пожалуйста, вот вчера он в деталях показывал и рассказывал, как это работает. На сегодняшнем моменте, давайте сейчас открою, покажу, где именно у многих возникают ошибки и непонимание, что происходит. Итак, это у нас бэк-офис, допустим, одного из партнеров. Мы знаем прекрасно, что вот здесь у нас ранг текущий. И внизу у нас был ранг, который перешел по наследству из Салдому Розу, из бэк-офиса старой платформы. Он перешел по наследству, но ранг текущий отрабатывать нужно новыми регистрациями, апгрейдами. То есть всем тем, что мы делаем с вами в бэк-офисе после открытия возможности регистрировать партнеров и делать апгрейд. Мы зарабатываем его заново, свои ранги. Но при этом компания дала период в 6 месяцев для того, чтобы, если у нас, допустим, высокие ранги внизу стоят, для того, чтобы партнер смог за 6 месяцев сделать работу и выровняться в ранге со своим прошлым, он на этот период получает право по бинару получать проценты, соответствующие рангам из прошлой платформы. Все, кто были у нас бронза, силвер, кто был золото, оникс и так далее, все получают проценты 20, 30, 40, 50 процентов в баллах в бинаре. Это все соответствует рангу, который партнеры имели в платформе нашей предыдущей. При этом вот здесь стоит мембер. Есть недоработки, есть действительно сбои. Почему возникали сбои? Практически все, кто менял эмейлы, уж так сработала система. Все партнеры, кто менял почту через поддержку, у всех слетели ранги вот здесь со старой платформы. Почему это произошло? Программист объяснил. Я уже многократно говорила, что вот тот период, пока они не сделали дублер, вот тот период, когда прописывали новые файлы, они стирали информацию со старых файлов. Нужно было заново это все перезагружать. Именно поэтому они выбирают сейчас параллельно систему для того, чтобы сделать уже обновление один раз. Поэтому есть партнеры, у кого вот здесь внизу, имея ранг на прежней платформе, стоит сегодня никакого ранга, да, вот как здесь мембер. Эти партнеры обращаются лично, они находят историю по старым почтам, выверяют и делают квалификацию по новой почте уже, которую партнер сам заменил по этой почте. На новой платформе человек получает свой ранг. К сожалению, это вот трудности пути, и поэтому это неизбежно. Поэтому вот здесь, я надеюсь, всем уже понятно, что происходит. Мы знаем, какой у нас пакет, и мы знаем, сколько баллов. ПТС – это деньги. ПТС мы называем баллы, но это деньги. Так вот, сколько их работает в системе? Мы все платим плюс 47 долларов. Регистрационный годовой взнос, членство, партнерство в нашем клубе – 47 долларов. Поэтому у нас работает не пакет 7044, у нас работает пакет 6997 долларов, либо ПТС, как угодно называйте. Теперь смотрим вот сюда. Что вот это такое? Вот это мои текущие баллы в меньшей ноге для моей квалификации. Если вы помните хорошо презентацию, то мы помним, для того, чтобы вот здесь партнер стал бронзой, ему необходимо в меньшей ноге вот здесь иметь 1875 баллов. То есть партнер еще бронзу не завоевал. Поэтому эта позиция у нас показывает нашу текущую квалификацию. Мы не смотрим на то, что у нас было на старой платформе. На текущую квалификацию мы смотрим вот здесь. Помним все квалификационные баллы по таблице в маркетинге и смотрим здесь, что у вас в наличии есть. Дальше. Что вот это такое? Это наш бинар. Правая и левая сторона, да, две стороны мы видим. С одной стороны у нас есть баллы, с другой стороны у нас стоят ноли. Они никогда здесь не аккумулируются. Ноли почему? Потому что как только у вас падает в ногу, где у вас меньшее количество баллов, падает какое-то количество баллов вновь прибывшего партнера, он сразу срабатывает. И ваши баллы суммарно вы можете увидеть вот здесь. Те либо другие. Все то, что моментально у вас показано в деньгах. Либо в выгол сосил голдкоин, либо в биткоинах. Все, что вот здесь работало. Вот здесь. Нужно это понимать. Все, что у вас накопительно здесь стоит, это баллы одной ноги. Далее. Вот это количество партнеров. Надеюсь, это понятно. Это личные партнеры. И сумма запрошенных на вывод и выведенных денег. Это вот здесь. Сумма, которую партнер уже смог вывести, получить на свои внешние кошельки в биткоинах. Мы пока игл сосил голдкоин не выводим. Что это такое? Если у вас есть какая-то сумма, которую вы не подтвердили, либо вы отправили, вам не подтвердили, у вас будет стоять кредит, вот здесь ваучер. Это сумма игл сосил голдкоин, которую вы трансферировали кому-то, либо вам отправили, вы не подтвердили. Тогда у вас вот здесь будет стоять напоминание, что нужно посмотреть, что у вас происходит с этой позицией. Я надеюсь, здесь все понятно. Почему? Бэк-офис, когда с ним разобраться, дает много информации. Если вы смотрите валит и всю информацию что-то где-то не находит, поверьте, она там есть. Мне сегодня буквально был прецедент, когда доказывалось, что не вижу, не получается. Просто нет времени. Я хочу, чтобы вы понимали, что поддержка не работает с партнерами, с мастерами, с лидерами, ни с кем. Поддержка изолирована, закрыта за, извините, дверью. Если бы Миггел был на рабочем месте, то доступа мы в поддержку не получили. Поэтому, учитывая, что мы воспользовались сегодня ситуацией, получилось так, что я смогла попросить проверить запросы, чтобы я их видела. Когда мне открывают на дублере всю информацию, что происходит, я все это вижу. И когда у партнера вот здесь стоит ноль, либо в баллах непонятно, посчитайте вот здесь тогда суммы, которые вы могли получить либо той, либо другой частью. Если у вас стоят здесь, если стоят везде ноли, то у вас что-то не сработало, тогда проблема. Если у вас где-то суммы стоят, то нужно разбираться в бэк-офисе и смотреть, где именно что у вас стоит и что вам непонятно. Это все в личке к спонсорам. Я надеюсь, с этим все понятно. Далее, что нужно сказать еще, очень важна ситуация по Умбреле. То есть, мы ждем этот апгрейд. Он может в любой момент, в любой момент произойти. Обещал сегодня опять Жуэл, но я не могу гарантировать и говорить. Почему? Потому что таких, как я там стоял, очередь на исправление ошибок. В очередной раз очередь туда – это замедление процесса апгрейда. Это всем нужно понимать. Поэтому, единственное, что вот вчера нам на тренинге уже показали, я не буду показывать все файлы, потому что я в лидерский чат их выставила. Что нужно объяснить? Очень важно понимать. Регистрация будет проходить, каждая регистрация – это наш обменник. Обменник, который прошел тестовый период с Eagle Gold Social Coin. Уже прошел. Обменник действующий, потому что на нем, я уже говорила, тестовый период по работе нашей Умбрелы с коином Best Coin. Этот период прошел, это карнавал в Бразилии. Он уже прошел. То есть у нас, кроме наших монет, там появляется Best Coin, который уже в обмене, уже знаком. Это Coin Tourism поддерживаемый, который, в общем-то, востребованный многими компаниями, многими физическими лицами. Почему? Потому что это удобно. Далее. Умбрелла. Вы видите три позиции. Как всегда, верификация через e-mail, подтверждение своей личности документ и всеми нами любимые подтверждение адреса. Пункт, который всегда вгоняет в ступор Россию. Я это знаю. Я сразу вчера задавала вопрос. Во-первых, у нас 70% партнеров имеют российские паспорта, где имя, фамилия прописано кириллицей. Не страшно. У нас в бэк-офисе, в профиле должен стоять документ ваш, этот документ, номер должен совпадать с документом, который вы присылаете. Тогда этому человеку обязательно нужно загрузить свое фото на этом аккаунте. То есть аккаунт должен иметь фотографию партнера. Мы знаем, что у нас есть эта функция там в дашборте, вернее, в профиле. И имея фотографию партнера, у вас фотография паспорта, у вас номер паспорта человека и e-mail совпадают, они будут пропускать российские паспорта. Далее, что касается адресов. Все сложнее. Почему? Потому что форма, принятая во всем мире, подтверждение через трехмесячный счет за какие-либо услуги, оплата услуг в России, неприемлемая. Поэтому я думаю, что они рассмотрят вопрос все-таки страницы прописки. Но возникает вопрос, что все прописаны в одном адресе, получают на другой. Я пока не знаю. Наверное, будем советоваться в чате, что просить для России. Почему? Потому что если прописку, то вы должны будете указывать адрес прописки, а на какой адрес вы будете получать карту. Все непросто. Поэтому определимся, как лучше, что разрешит сделать президент. Он приедет в Португалию на следующей неделе, поэтому будем определяться и смотреть, как лучше, какую форму для России избирать верификации адреса. Это необходимо для того, чтобы вы заказали и получили нашу карту. Мастеркард, либо виза, какую вы выбираете. Ну, видимо, мастеркард все-таки. Поэтому три этих обязательных пункта, и этих три обязательных пункта должны быть заполнены, прежде чем мы начинаем работать с экченчем. Вот в чем проблема. Поэтому нам его дадут, регистрируемся, проверяем имейлы, отправляем паспорта, не страшно. И в понедельник, и все равно это будет на следующей неделе, поэтому в понедельник я буду знать, что мы проведем конференцию, и будем отправлять те документы, подтверждающие адрес, которые будут разрешены. Возможно, разрешить любые документы с прописанным адресом отправлять, но опять же вопрос, на кириллице написано, у нас нет латинских адресов. Я не знаю пока как. Гораздо проще Белоруссии, Казахстану, Украине гораздо проще. У них есть ID-карты, удостоверение личности. Там английский язык есть удостоверение личности. Я не знаю, как у них, у нас в Европе на них и адреса прописаны, поэтому нам проще этот вопрос в понедельника будут решать. Но вот регистрация всех здесь обязательно. Далее, обязательно и верификация обязательно. Далее, следующий шаг – это форма, которая появится в бэк-офисе для заполнения и получения карты. Там тоже будет верификация. Но учитывая, что и платежная система, и экченч – это собственность холдинга, разработчики, являются сотрудниками холдинга. Я думаю, что альтернатива будет найдена. Каким образом все-таки Россию включить в реестр, особенно тяжело с Крымом, я это знаю, в реестр верификаторов, потому что верификаторы у нас независимые. Но это уже будет договариваться с сам экченч и платежная система, как нам этот вопрос сдвинуть с мертвой точки. С Крымом я знаю, не проходит он верификацию нигде, никак он относится по-прежнему в международных реестрах в Украине, поэтому отдельно как-то, видимо, как-то вопрос будет решен. Главное, что оба этих носителя принадлежат все-таки холдингу, а холдинг – это наш головное подразделение. Теперь два слова о холдинге. Очень многие спрашивали уставный капитал. Много вопроса задавали этот. Уставный капитал чего, у меня сразу спросил Мигел. Я говорю, у холдинга, ну, холдинга 25 тысяч долларов. Минимальный необходимый для регистрации капитал в Дубае, в легальном поле, чтобы зарегистрировать компанию, не 10, 25 тысяч долларов. Ну, вы хвалюете, это 100 тысяч. Это минимальный капитал для регистрации какого-либо, какой-либо компании, холдинга, чего хотите. Но у нас просто задать вопрос уставный капитал – это некорректный вопрос, потому что у нас 18 компаний, и каждая компания имеет свой уставный капитал. Этот уставный капитал вы можете посмотреть как акционер. Это не информация, которая будет широко доступна на всех носителях онлайн и во всех конференциях. Для этого есть офис. Без конца повторял Мигел, и очень важные вчера были вещи, звучали, сейчас тоже их озвучу, значит, что в легальном поле на сегодня, наверное, нет у нас конкурентов в плане подстраховки со всех сторон, где только можно ждать неприятности либо проверки со всех сторон. У нас есть оформленные правильно юридической форме либо протоколы, либо соглашения, либо контракты, либо разрешительные бумаги региона страны, где находится. Но очень много чего на сегодняшний день компания сделала для того, чтобы мы с вами спокойно работали в новой концепции, в новых условиях. Поэтому по каждой компании, как уже было сказано, вот запуск у нас сейчас, старт и запуск у нас практически произошел. Первая дата выплат, это всех волнует. Поэтому определена первая дата выплат, это 28 мая. Почему? Все знают уже процесс, два месяца мы об этом говорим многократно. Почему так? Все, кто не делали апгрейд, получают 28 мая. Кто сделал апгрейд, получают силу дат, сделанных по апгрейду. Там свой порядок, это уже спонсоры могут все рассказать. Поэтому, как только начинаем мы работать, начинает отчетность идти по полученным дивидендам, а это тоже дивиденды в части маркетинговой, вот те полугодовые трехмесячные отчеты, аудиторские доходности компании, это и есть реальная доходность любой компании. И все компании, которые зарегистрированы на нашей платформе, они все будут представлены. Поэтому регистрационные документы компаний, если акционер хочет их увидеть и узнать, это все на прием к нашему директору. Никто нигде отдельно эту информацию выставлять не будет. Адрес холдинга, я специально сегодня сброшу лидерский чат. У нас уже очень многие партнеры получили контракты. На контрактах у всех стоит адрес холдинга. Это регистрационный официальный адрес офиса. У нас есть адрес банка. У нас есть все данные. Я уже выставляла их неоднократно в лидерском чате. Все это уходит вверх, новые партнеры приходят. Спонсоры не хотят запоминать информацию, к сожалению. Мы еще раз продублицируем все в лидерском чате, чтобы все могли иметь эту информацию. Уже у нас в офисе в Дубае бывали несколько раз партнеры, различные партнеры, не только россияне. Я хочу сказать, что офис операционален. Почему? Потому что Мигел практически две недели в месяц проводит в Дубае. У нас в Дубае зарегистрированы все основные финансовые инструменты компании, механизмы, которые должны работать. И многие вопросы именно в Дубае решаются. Поэтому он там бывает достаточно часто. Без него вас никто в офис, естественно, не пустит. Когда он бывает там, пожалуйста. Просто нужно знать, кто когда хочет посетить. Это все доступно. Потому что бывали партнеры, согласовывали время, все бывали там. Он должен заказать пропуск. Так как он находится в башне, Мы знаем, что во всех башнях, вот серьезно охраняемых башнях Дубаи доступ через разрешительные запросы. Поэтому, пожалуйста, давайте все согласовывать. Что касается легального поля работы нас в любой точке мира и получения наших доходов. Это очень важно. Учитывая, что все-таки с помощью Умбрелы мы будем выводить и поле получения доходности, ну, не каждый захочет показывать всю доходность, которая проходит по его счетам. Умбрелла позволяет хранить деньги в криптовалюте. Наша карта позволяет через нашу платежную систему эту криптовалюту обменивать на фиатные деньги, выводить посредством банкоматов. То есть мы не будем делать транзакции на банковские счета. Кто захочет, будет. Ради бога. Функция-то есть у нашей платежной системы. Не у Умбреллы. Платежная система. Это есть. Но когда вы делаете транзакцию на банковский счет, вам нужна декларация. Что я хочу сказать. Вчера нам как раз Мигел показывал. Функция, опять же, это административный, управляющий бэк-офис. Поэтому он вчера открывал и показывал все подразделения относительно доходности, отчетности. То есть если я хочу получить фактуру моей проплаты, фактуру покупки моего пакета, либо фактуру моей доходности, я могу это скачать у себя в бэк-офисе. И вопрос в чем? В том, что у нас, допустим, европейская зона и Россия не требуют для официального предоставления бумаг из Саудовской Аравии, ну из Дубая, из Саудовской Аравии в том числе, не требуется никаких дополнительных расходов на то, чтобы компания сгенерировала и выдала этот документ. Что касается мусульманского мира. Он приводил вчера примеры трех стран. Для того, чтобы компания сгенерировала вот этот документ, создала его и отправила по запросу в бэк-офисе какого-то партнера в этих регионах, компания определенной регионной платит налог. Именно поэтому у нас стоит ВАД, мы теперь знаем, что это такое, это финансовый номер страны. Ваш финансовый номер в стране, где вы проживаете. Поэтому заполняем финансовые номера. Компания сама никакими рассылками заниматься не будет. Но по вашему запросу, чтобы компания вам в легальном поле сгенерировала ваши, показала документы вашей доходности, вот этот номер должен стоять. Без него автомат работать не будет. Поэтому заполняем все свои финансовые номера, потому что очень многим понадобятся эти декларации, очень многие хотят работать легально. Поэтому это необходимо для того, чтобы вы получали свое финансовое подтверждение, свои проплаты, либо свои доходности. Вот ВАД – это финансовый номер каждого из партнеров, который в международном реестре отражает страну, которой он принадлежит. Я надеюсь, это понятно. Это по профилю, я надеюсь, уже все всем понятно. Что касается проплат, возможно, либо нет проплаты в реальной валюте, это счет, банковский счет компании, пожалуйста, все это возможно. Немножечко дольше, потому что только по зачислению средств на банковский счет и подтверждающих документах через поддержку компания активирует ваш счет. Но это реально, это абсолютно реально. В течение трех-четырех дней проходили у нас такие платежи. Есть партнеры, которые хотят только таким образом проплачивать гарантийные, так сказать, платежное поручение через банк получить. Поэтому, пожалуйста, это все реальная схема, которая работает. Теперь относительно нашего акционирования. Вот все становится на места, когда мы начинаем задавать глубокие вопросы и получать на них ответ. Мы акционеры, акционеры чего, кого, чего именно, какие акции у нас, как она рассчитана. Был задан очень хороший вопрос по поводу 10%, которые наш президент отправил в платформу PSIC, PSC. PSC, если правильно говорить, это наш клуб инвесторов-акционеров. Это закрытое сообщество, рассчитанное на сегодня на 1 миллион партнеров от базы данных доходности компаний и количество акций, доходность которых будет возможно распределяться на эти проценты. Я сейчас поясню, что это такое. То есть, кто уже воспользовался информацией, которую выдавала многократно и походил, сам поползал по сайту, регистрационному сайту бразильскому, где можно найти любую регистрационную, любую зарегистрированную компанию в легальном поле по фамилии, либо по названию компании, это все есть. Вот если вы по фамилии ищите компанию, их выпадает там больше десятка. На этом сайте больше десятка. Что это нам дает? Вы можете увидеть, что везде Клаудио Энрик Дузанжуш является соучредителем, учредительным, не инвестором, а акционером, управляющим партнером, партнером. Во всех этих компаниях присутствует Клаудио. У него различные, в процентах различное количество акций, владения компанией, активами компаний имеет быть место на руках. То есть, у него, допустим, в какой-то компании может быть 40%, в какой-то 80%, в какой-то 100%, в какой-то 60%, 50%. Различное количество акций, активов различных компаний. Он от всех своих акций, всех компаний 10% сделал какой шаг. То есть, если это акционерное общество, то мы это прекрасно знаем. Любой акционер, когда продает акции, остальные партнеры имеют привилегированное право покупки этих акций. Прежде всего, партнер обязан выставить на продажу акции, заявить свою цену. И тогда кто-то из партнеров, если не покупает, он выставляет на продажу на внешнем рынке. Но если партнер заявляет, что он не продает, а передает некой организации, частному, закрытому, социальному клубу 10% своей акции, причем в каждой корпорации, он должен прежде всего получить в протокольном соглашении подпись своих партнеров, причем нотариально заверенных в Дубае. Вот этим и занимался Клаудио на протяжении нескольких месяцев. Когда он объявил еще в сентябре прошлого года, что я передаю 10% от всех моих акций, от всех компаний, именно в фонд закрытого нашего клуба для будущих 1 миллиона первых партнеров, то он имел в виду, что он получит согласие партнеров. Если, мы знаем, был такой прецедент, когда партнеры не соглашались, Клаудио выкупил весь актив компании, но 10% акций он передавал в актив пользования ПСИК. Это нотариальная процедура, которая отражает переход активов собственности из одних рук в другие. Это все абсолютно реально прописано. И вот где это можно посмотреть, я спросила. Опять же, вот та синяя папка, которую видели уже все партнеры, приезжающие в офис, Никто никогда не догадывался, какой же документ попросить показать, да, папка 10 сантиметров высотой, полная бумага. Мы никогда даже не думали, что вот на каждый вздох, что называется, нужно иметь бумагу, которые у нас имеют место быть. Поэтому эти все 10% подтверждены переходом, либо просто отчуждением в пользу ПСИК, либо переходом собственности при согласовании с партнерами каждой компании. Это все заверено, это все есть вот в этой папке. Вот эти 10% составляют актив ПСИК нашего ПСЦ подразделения, которое дает возможность всем партнерам до миллиона, как партнерам у нас на первый миллион рассчитано этот актив собственности, получать дивиденды по истечению года. Достаточно стать партнером и акционером, и вы имеете право получить свою акцию и на нее дивиденды по истечению каждого календарного года. Это акция. Номер нашей акции – это номер ваш регистрационный, ваш номер ID регистрации. Причем, ну не застала я сегодня Виктора, я знаю, я видела просто эту акцию в бумажном виде, но распечатывать в электронном виде их будут, как только система начнет работать. Очень много еще информации будет догружаться туда. Мы все с вами получим наши акции в электронном виде с вашим номером регистрационным, по порядку номером. Почему? Потому что именно по порядку, порядковый номер регистрации дает понимание, сколько партнеров у компании на сегодняшний момент, потому что все согласны стать акционерами. Если партнер не согласился, то есть не кликнул в эту зеленую кнопку о согласии, это и есть соглашение с компанией, это цифровое соглашение с компанией о партнерстве и акционировании меня, как будущего партнера в целях и задачах, которые реализует компания. Инвестирование, развитие бизнеса и решение социальных проблем. Поэтому, когда я становлюсь акционером и партнером, я получаю сопорядковый номер, который является порядковым номером моей акции, электронный вид которой нам обеспечит уже постоянно действующий наш сайт, который мы получим несколько позже, после запуска всей системы в нормальный режим работы. Теперь, что очень важно понимать, если я не хочу быть акционером, либо я сомневаюсь, либо я не поняла чего-то, мне не объяснил спонсор, я не кликнула эту зеленую кнопку. Есть такие партнеры, которые не ходят неделями в зарегистрированные свои кабинеты. Это, в общем-то, чревато. Чем? Помните, Мигел говорил, и сейчас он подтвердил, что я пока не знаю, какой период, две недели, три недели будет доступна эта кнопка акционирования. Как только партнер не появляется в своем бэк-офисе длительный период, у нас есть такие, которые прорегистрировали, пусть у тебя будет, а потом время покажет, а ты пока постой. Вот когда партнер пока постой, постоит и позже зайдет, а у него уже нет зеленой кнопки, он просто стал партнером клуба, не акционером. И вернуться к этому вопросу ему будет уже больше невозможно. Давайте не пропускать эти моменты, элементарные шаги. Первый – рассказывать правильно, как делать, и готовить партнеров к тому, чтобы они стали все акционерами первого золотого миллиона. Будет ли дальше дополнительно добавляться некое акционирование на неком активе, который Клаудио, возможно, выдаст дальше? У нас мы будем прирастать компаниями. Он, возможно, захочет довыпустить какое-то количество акций, войти в этот процент и добавить еще какое-то количество партнеров, которые смогут получить дополнительно. Я не знаю. Возможно. Потому что мы будем прирастать и расширяться в силу уставных наших документов. 20% всех доходов платформы – это реинвест в развитие бизнеса, плюс отдельные инвестиционные программы – это, опять же, инвестирование в развитие бизнеса, поэтому возможно. Но я не могу это гарантировать и сказать, когда и что, как будет реализовано. Я надеюсь, эти пункты больше не будут вызывать у вас сомнений, поэтому это все понятно на сегодня. С системой все понятно. Теперь доходность наша. Ну, еще один вопрос по доходности, немножечко позже. Один вопрос в плане, каким образом мы сможем получить наши деньги, когда, да? То есть Умбрелла прошла тестовый период. Вы видели хэши, которые вот в транзакции, которые фотография успела сделать, отправляла в лидерский чат. Не нужно ее сейчас масштабировать, не нужно ее дублицировать, отправлять. Почему? На следующей неделе мы получим доступ, мы будем видеть, но на сегодня какое понимание должно сложиться у всех. Как сказал вчера Мигелл, мы должны понять, что Умбрелла – это тот же Coinbase в начальной своей стадии. Вот Coinbase выходил как некая система, позволяющая электронные деньги переводить в фиатные посредством обменных операций, обменник. Вот Умбрелла то же самое, только Умбрелла пришла уже на готовые разработки, на готовые возможности, на готовые валюты, на много наработок, которые позволят ей быстрее, чем Coinbase, пройти путь адаптации, первый путь тестирования и начать работать. Но на сегодня это новая монета. Мы знаем, что монеты проходят месяцами листинг на биржах, когда они туда выходят. Их тестируют, смотрят, проверяют. И, естественно, любой запуск сопровождается некими ошибками. Все равно это все адаптация идет, тест в какой-то период. И компания прошла листинг на семи биржах. Мы это знаем. Прошла листинг первая монета – Eagle Gold Social Coin. Поэтому мы это знаем. Но, учитывая, что было принято решение все-таки Умбреллу запустить как можно быстрее, в планах было всегда. Обменник своих чиньев был всегда. Но запустить как можно быстрее. Почему пришли к этому выводу? Потому что нам необходим нижний барьер. Всем партнерам необходимо держать нижний барьер Eagle Gold Social Coin. Почему? Потому что один грамм золота не может опускаться ниже цены, которая у нас рекомендована по торгам на лондонской бирже. Мы это видим в бэк-офисе ежедневно. Она варьируется. Сейчас она была уже 42-41. Мы начинали с 39. Мы это знаем. Но она варьируется в этих пределах. Волатильность ее не может быть ни выше, ни ниже. То есть она не может не падать глубоко. Если кому-то из партнеров захочется продать все коины, допустим, я знаю, по 15 долларов. Это невозможно. Почему? Потому что тогда устойчивость механизма запущенного в валютных операциях которые уже подготовлены к лаудио для реализации. Они уже подписаны, подготовлены. О них пока рано говорить. Но они есть. Тогда эти операции станут под сомнение. Нам с вами нужен устойчивый коин, который вот этот адаптационный стартовый период пройдет безболезненно, который удержит нижнюю планку и далее сможет работать как механизм соотношения рынка фиатного, рынка криптографического всегда. Поэтому было принято решение, чем платить. Договоренности были. То есть в каждой бирже было соглашение. Определенное количество монет они принимают. И если монета нижнюю планку пытается пробить, компания должна останавливать торги и платить биржи, оплачивать. Каждый день простое. Учитывая... Это экономический механизм. Поэтому, учитывая все возможные потери по оплатам этих дней, компания приняла решение как можно быстрее запустить Умбреллу. Тем более, что механизм все еще мы видим. Сам механизм системы все еще доводится до совершенства. Поэтому они успели. Они все сделали, тесты прошли. Тем более, что тестовый период Умбреллы с Бесткоином, я уже сказала, прошел. Это очень важно, что внешний коин, не разработка компании, а внешний коин, кроме вот тех монет, которые, вернее, валют, которые делают пары, кроме этих валют, у нас на сегодняшний день это эфир и биткоин, кроме этих валют, внешний коин, который уже тестировался для того, чтобы быть применяем в туризме постоянно и повсеместно, уже сейчас представлен, и он у нас на Умбрелле. И это не наша разработка, это первый шаг для того, чтобы социализировать свою разработку не только посредством через заинтересованных лиц в своей системе, в своей структуре, но и через партнерство с другими разработчиками, которые выдают миру нечто интересное, обоснованное, физически подтвержденное. Поэтому 10% первых целей, задачи, Мигел повторяет об этом без конца. Вот Умбрелла, он поэтому полетел в Бразилию, должны они все за выходные, на следующей неделе они должны вернуться, Мигел в понедельник, я надеюсь, что и президент вместе с ним, как только достоверно будет подтверждено, что все, мы даем запуск в системе, регистрацию на Умбреле, и процесс пошел. И тогда первые 10% обозначенные для каждого партнера со старой платформы Салда могут вывести, все деньги по контрактам могут вывести, это уже следующий шаг. Я надеюсь, тоже это все понятно. Два слова еще скажу по контрактам, потому что со вчерашнего дня объявлено ICO, и, к сожалению, наше ICO для партнеров, и при ICO, это опять же работа президента. Да, для нашей доходности это супер шаги, это супер возможности, которые президент реализовал. То есть практически агрокоин на 99% целых и 5 десятых, то есть 0,5 коина осталась в свободном доступе. Прода на 99,5 от 100% агрокоинов под реализацию программ в рамках АЛСУР. Я говорила, что президент работает, договорные компании с большими владельцами бизнеса, с сельскохозяйственными владельцами каких-то культур, с покупателями, поставщиками, посредниками. То есть часть производства, часть потребления продукции сельскохозяйственной, этот механизм был запущен давно, и договорная компания длилась все время. Почему родились такие огромные контракты, 300 тысяч, 500 тысяч, миллион? Да потому что реальность разработок, имя его как разработчика, его послужной список на протяжении лет во многих этих организациях международных, которые занимаются и с неперераспределением продуктов, то учетом на латиноамериканском рынке, на мусульманском рынке, на европейском рынке, это институты питания, все. Поэтому это очень важно все. И когда столь шикарная разработка, которая к тому же базируется на платформе Меркосул, которой более 25 лет, и партнеры Меркосул решили принимать участие инвестиционными проектами, инвестициями своими здесь, в Алсур, в нашей платформе, на которой и работает Агрокон, то понятно, что он закончился. Поэтому то небольшое количество, которое осталось, целенаправленно будет отдано всем старым партнерам по контрактам, кто захочет их оформить. То есть на сегодняшний момент, я уже посчитала, 0,5% – это 2,5 миллиона. Это, казалось бы, немало, но это и немного. Два контракта по 15 тысяч я вчера уже оформила. Поэтому партнеры сейчас серьезно, очень серьезно, особенно европейцы, потому что знают больше материала на английском, на португальском, на испанском, больше материала не читают и знают. Поэтому вопрос я посчитала важным и нужным именно сегодня об этом говорить, что те партнеры, которые захотят оформить контракты, свои спонсоры, они, как правило, все на связи, лидерский чат, я выставлю все, что необходимо. Не надо в лидерском чате все это писать. Вообще ничего там обсуждать не надо, только вопросы пишите. Так вот, в лидерском чате я напишу, что именно необходимо. Я уже договорилась, была сегодня, два контракта оформляла, я договорилась с Алиной, она оформляет контракты. Значит, мне нужны будут определенные позиции для оформления контракта. Как только он готов, учитывая, что нужно будет лететь в Россию, я их привезу, их нужно будет подписать, и тогда сдать сюда, вы получите всего второй экземпляр, и с момента распределения коинов вы получите эти коины, которые заявлены будут в этом списке, в свои бэк-офисы. Так, как это происходило, с Игл, Сосил, Голдкоин. Мы уже этот процесс прошли, мы знаем, как это происходит, поэтому все это реально и возможно сделать. У нас процесс двухмесячный. Почему так? Дело в том, что хорошо либо плохо продаются на сегодня тайм из мани и эко-коин, я вообще не могу судить, не берусь и не хочу анализировать. Почему? Потому что всю работу, которую делает президент, она невидима. Мы потом де-факто получаем, что все, поезд ушел. Работу, которую делает Мигел, мы вчера впервые просто слушали. Цифры, факты, договоренности, возможности. Теперь это будет регулярно происходить, либо раз в месяц, либо два раза в месяц. То есть вот эти обучающие семинары. Захотите присутствовать, присутствуйте, приезжайте, будете заявлены. Каждый мастер может приводить с собой пять человек на подобные встречи. Тогда, конечно, в прямом переводе можно слышать всю ту информацию, которую дает наш исполнительный директор. Это лидерские группы, только я не буду... Вторая, третья, пятая, двадцатая линия, давайте определяться тогда как. Но это реальность. И какую-то эксклюзивную информацию, конечно, на этих конференциях говорят. Я могу только сказать, что вчера у нас конференция была посвящена ПЛА, именно технологии ПЛА, и мы, наконец, поняли, узнали, что за этим стоит. То есть, понимаете, как в лицах, в цифрах и сложилась картинка, насколько это вообще реальность и реальность какого периода. Я хочу сказать, что Эко Коин, он не только поддерживается технологией ПЛА. Технология ПЛА – это переработка сахаросодержащих биоотходов всего лишь. А переработкой мусора разделенного Клаудио занимается более шести лет. У него работающие заводы. И обоснование Эко Коина, как реально отражающего на блокчейне информацию о переработанных, вернее, вновь созданных материалах на базе разделенного и переработанного мусора, это все реальность. Но сегодня еще и ПЛА. Технология не новая. Я об этом уже говорила. Два слова я скажу об этой технологии. Это очень важно. Это огромная статья доходности нашей буквально через год. Не забываем, что на сегодня шесть заводов на 2019 год, шесть заводов, Россия в них вошла. Только там опять стоит вопрос. Много вопросов с Россией вечно поднимается, потому что особый рынок, особые отношения, особые финансовые системы. Клауди начал изучать возможности работы на нашем рынке. Мы не входим в общепринятое количество всех инструментов, механизмов, которые легко адаптировать в Европе. Азия и Россия – это отдельное государство, отдельное направление, отдельные экономики, которые адаптируются, но по своему пути. Поэтому там есть вопросы. Я надеюсь, что они будут решены. Но что получается? Это огромный комплекс вот строительство подобного завода, технологии пыла, это комплекс, я уже об этом говорила. Так вот, они рядом идут, агрокоин и экокоин. Агрокоин уже понятно, что толчок будет очень большой. Экокоин, если он идет рядом, они дополняют друг друга, потому что никакой мусор, никакие отходы невозможно получить, пока какой-то продукт вы не очистите и не обработаете. Поэтому, если это касается тростникового сахара либо топинамбура, это все понятно. Я хочу сказать, что технология ПЛА, которую патент он получил, она конкретно указывает на каких продуктах. Это сахарный тростник и кукуруза. То есть, мы не говорим вообще обо всех технологиях ПЛА, которые могут возникнуть в мире, да, по поводу инновационных предложений, которые она дает рынку, производящему пластик, пластиковые упаковочные материалы. Мы об этом не говорим. Вообще, ПЛА технология возникла в Малайзии на переработке топинамбура 20 лет назад. Но ее стоимость была в десятки раз дороже, чем использование химического сырья для производства упаковочных материалов, тех же бутылок, для пищевых продуктов. Поэтому, использовать в массовом производстве для продажи компаниям, которые занимаются производством продуктов питания либо напитков, невозможно. На сегодняшний момент, в прошлом году, в сентябре прошлого года, удалось получить технологию ее удешевить, модернизировать, удешевить настолько, что она сегодня конкурентно способна с химическим сырьем, который используется для переработки и производства этих бутылок. Но на основе именно кукурузы и тростникового сахара. Сейчас вплотную занимается Малайзии свеклой, потому что мы об этом сказали, что Малайзии и вообще пол Европы и все страны, ну не все страны СНГ, а Восточная Европа это все свекла, ее достаточно много, эта культура повсеместно распространяется, менее прихотлива, поэтому достаточно большое содержание сахара, особенно в сахаросодержащей свекле. Поэтому он занимается этим вопросом, поэтому мы вошли в этот список, почему это важно. Мы все реальные люди, когда говорят о том, что конкурировать с химической промышленностью либо с гигантами, либо еще как-то чего-то, никто не собирается конкурировать бегом, где-то что-то задвигать, свое выдвигать, нет. Но сама жизнь расставляет все по своим местам. Мы наблюдаем и видим, что происходит и в Европе, и в России. То есть уровень загрязнения планеты таков. Вчера, когда показывали цифры, я не буду их повторять, это отдельная презентация, у меня краткое слово сегодня по доходности нашей компании, поэтому я остановлюсь на ПЛА. Но все то, что происходит с планетой и продолжает происходить ежедневно, это все миллионы, миллиарды отходов пластиковых упаковочных материалов, химического производства, нерастворимых в природе, это уже колоссальное бедствие планеты, на которое нельзя закрывать глаза. Видеоролик этот ходит по интернету, все мы его видим, что остров в Тихом океане 3 километра длиной и полтора шириной это остров на поверхности, а он как есть съемка, которая смогла подводные съемки сделать, и мы увидели, какое количество, чтобы на поверхности вот этот остров держал форму, какое количество пластика находится под водой и на сколько километров, но сотен метров в глубину, скажем так. Это колоссальное зрелище, которое запоминается конкретно и становится страшно. Все понимаем, что жизнь на планете может закончиться, может быть, не через тысячу лет, а даже не через сто. Все может произойти в один момент. Экологическая катастрофа, о ней говорят давно, но ее масштабы и размеры становятся очевидными, когда современная техника позволяет делать съемку, запечатлеть это все из космоса, потом в местности где-то разыскать подобные острова и показать, это снять фильм и показать воочию, что становится понятным, что мы действительно на грани. Поэтому эта технология, которой 20 лет на сегодня настолько актуальна, что не только наша компания, не только разработчики Клаудио занимались этой проблемой, многие по миру занимаются, дает, будет требоваться немереное количество этой технологии, адаптированной к различным сахаросодержащим отходам, к различным, потому что необходимо, представляете, какого количества пластика, материала 20 века, какое его количество произведено и сколько необходимо заменить производных от пластика, чтобы это стало реальностью нашей жизни и эти пластмассовые изделия стали биорастворимы. То есть, это грандиозная проблема. И первый шаг, первый камень, да, сделали еще 20 лет назад, сегодня просто в различных направлениях его совершенствуют. Наша запоминетованная технология это собственность, собственность, которая, ну, в общем-то, принесет очень большие доходы, сейчас расскажу цифры. Так вот, когда только анализировали Соединенные Штаты, либо Европу, отдельно взятые страны, показывали потребление ежедневное, поверьте, это мне миллионные единицы ежедневно, либо стаканов, либо пластиковых стаканов, либо бутылок, либо пакетов, либо трубочек, бесконечное количество. Именно поэтому на уровне правительства, различных организаций и стран принимаются законопроекты и принимаются уже законы о переформатировании этого производства и остановлении производства упаковочных материалов для пищевых продуктов и косметики из пластмасс химического производства. Все, это уже де-факто. 21-й год, 23-й, это все есть, повторять не буду. В Бразилии, к счастью, 19-й год это производство уже трубочек для коктейлей из биопластика. Это уже закон, он принят в феврале этого года, это уже закон. Именно поэтому первая фабрика это Рио-де-Жанейро в Бразилии и первый камень уже заложен. Именно поэтому строительство фабрики, я не буду давать сейчас расчеты, просто скажу, 8 миллионов, 8 миллионов с копейкой. Вчера очень подробная была информация, позитивная, отдельно, если захотите, мы можем проводить потом информационные представление материала по каждой информации по направлениям развития бизнеса, поддерживающего наши койны. Поэтому 8 миллионов с тысячами это строительство фабрики, но фабрики в полном объеме, она модульная, первый объем, допустим, первый цикл, второй цикл, третий цикл, различные инвестиции, различное количество, потому что общий объем фабрики это большое количество сырья и рядом стоящие заводы по переработке того же сахара, получению этого сахара и расфасовки. Поэтому рядом, естественно, должен быть завод, который производит какой-то продукт питания, это агрокоин, плюс у нас тут же эко-коин, который базируется, теперь уже масштабно базируется на технологии ПЛА. Есть определенные условия, там климатические условия, наличие воды, дешевая электроэнергия, определенные условия для технологического процесса и рядом завод, который бы потреблял, то есть разлив воды, попросту говоря, если так минимально, потреблять необходимо, то есть договорные отношения с партнерами, которые бы потребляли произведенную продукцию. Одно важное дополнение, что это бутылка, которая имеет несколько более толстые стенки на какие-то миллиметры, но почему мы заявляли и говорим о том, ну компания заявляет об этом, что не требуется перепрофилирование производства, которые потребляли бутылки, допустим, химического производства для разлива своих продуктов. Сейчас не требуется перепрофилирование, потому что бутылка идет в той же емкости. Вот сыграет ли роль толщина этих стенок на увеличение либо уменьшение содержимого? Но, как сказали, то есть настолько все просчитано и проанализировано, что бутылка нового производства она вполне заменяет на всех фабриках, где потреблялись бутылки из химического производства, может быть, наполняема тем же продуктом и используется в том же направлении. Это важно. Я хочу сказать, что наконец стало на свои места понимание, откуда деньги. Нам вчера показывали холдинг ПЛА. Вот мы на сегодня видим у себя ПЛА-холдинг. Он у нас является частью нашей платформы. Часть платформы, которая не совсем я понимала, почему она появилась только в этом году и что произошло, как это будет, каким образом она соотносилась с технологией, если она только запатентована в прошлом году, почему она появилась в ближайшее время. Так вот, холдинг ПЛА никакого отношения к нам вначале не имел. Это, опять же, участие Клаудио в инвестиционном холдинге ПЛА неравнодушных людей в мировом масштабе их много. Я вчера сбрасывала фотографии некоторых из них. Эта фотография ходит по чатам. Это реальные люди, их более 300 всего. Это реальные абсолютно люди, которые в свое время создавая холдинг ПЛА, то есть использование технологий и строительство первых экспериментальных заводов для привлечения внимания общественности для перепрофилирования всего существующего производства сегодня пластических масс в этом направлении. Вот они создались, создали этот холдинг ПЛА, из которых 75% от всех акций, которые распределены между владельцами, принадлежат Клаудио и на сегодня компании. Это не собственность Клаудио, компании, потому что мысль о соединении Клаудио бродила давно, естественно, и на сегодня 75% платформы ПЛА холдинг, они принадлежат нашей компании. И 25% это вот тем людям, чьи вы фотографии можете видеть, там медийные лица, супермедийные лица в мире, которые только показываете лица, привлекают внимание к технологии и к этой возможности. Я уже не говорю об инвестиционной программе. Поэтому деньги на первые 4, потом добавились 2, на 6 заводов на этот год компания, я так думаю, в полном объеме имеет. Почему? Потому что вчера даже он говорил по инвестиционному порядку, как это происходит, эта закрытая информация. Но в принципе это реальность. Далее что? Для того, чтобы эта реальность стала максимальной реальностью по всему миру, необходимо что? Как можно глубже понимать, что и как будет происходить дальше. Так вот, запатентовав эту технологию, компания, холдинг, ПЛА, а из них 75% наших, получает возможность в перспективе не заводы строить, а продавать эту массу, продавать технологию, вот эту массу, то есть достаточно будет строить заводы, где, в регионах, где очень большое количество перерабатывается этих материалов, создается масса таблетированная, либо какая она будет, я не знаю, это биомасса, биопластмасса, можно так сказать, может доставляться на любое существующее производство, которое захочет переформатировать химический продукт на продукт биорастворимый. Суть в этом, в перспективе на сегодня экспериментальные заводы, да, они не могут глобально изменить на планете вероятность потребления пластика, но это тот первый шаг, который необходим для того, чтобы наши мечты стали реальностью, это уже не мечты, патент, реальная технология, платформа холдинг ПЛА, 75%, которая принадлежит холдингу Феникс, и 25%, вы видели, какие лица, их вообще более 300, соинвесторов, совладельцев и людей, неравнодушных, инвестирующих деньги в эти программы. И далее, конкретизированное место построения первой фабрики и начало ее строительства, я уже говорила об этом, все это информация, которая позволяет понимать, что такое наш эко-коин, будет ли он расти, когда он будет расти, и что нам от этого коина необходимо. Нам необходимо развитие, понимание, во-первых, технологий, как можно более полное донесение информации до своих партнеров, естественно, развитие максимально по планете. Как вчера сказал Мигел, и это де-факто, что цель наша какова. Мы не говорим, что мы владельцы технологии и пытаемся остаться единственными. Нет, мы хотим стать номер один учитывая скорость распространения информации, то номер один в области продажи этой технологии всем, кто захочет переформатировать свое производство. Суть в этом. Запатентованная технология от Клаудио позволяет это сделать. Далее, если разработчики смогут, научные работники, естественно, смогут адаптировать технологию переработки отходов сахарной свеклы, вы же понимаете, что это непаханное поле для нас в том числе. Поэтому я считаю, что вот эта информация вчера комплекса на протяжении двух часов очень грамотно все это было подано. Поверьте, я не могу сказать, когда, но здесь перспективы грандиозные. Ну, там, Мигел вообще называл цифры, которые я не хочу повторять, но поверьте, в десятки раз. И агро, и эко. Что касается тайм из мани, подробно о агро и о тайм из мани в следующей неделе либо через две недели будут уже в подробностях о производстве предприятий, когда я смогу более подробно во всем рассказать. Но тайм из мани это та разработка, которая на сегодня вы можете любого оператора, любого производителя смартфона, ну, либо каких-либо холдингов, производящих, носители, вы можете поинтересоваться, что каждый из них стремится уйти, перейти в технологию блокчейн, учета возможностей, учета минут, использованных минут, а также каких-то возможностей по оплатам, то есть очень многие стараются сделать то, что Клаудио сделал. Я знаю по Нокии это, я знаю, что очень много холдингов, которые заявляют, что практически готовы, они стартуют. Так вот, мы все равно стартуем первый. Он опять же запатентовал эту технологию, она есть. То, о чем сказали, почему и coin time is money, почему так важно было запатентовать, потому что обоснованием white paper каждого из наших коинов являются вот эти технологии. И вот это в физическом, реальном мире применимые, так сказать, возможности. Поэтому time is money наш, я даже не знаю, кто из монет быстрее будет расти и когда. Агра 100% первый самый стартовый этап, я так думаю, потому что необходимость в Агра для пользователей платформы Меркосу и теперь уже наши Алсур это насущная необходимость, у них договорные отношения, а у нас в этих странах, где практикуют эти платформы, три урожая в году, поэтому отношения между производителем и потребителем это три раза в году помножьте в месяц, поделите год на три месяца, то есть каждые четыре месяца, поэтому это наиболее, я так думаю, быстрый, какой самый большой, сколько и как, я не могу прогнозировать, я знаю, что в этом наше будущее, поэтому я максимально подробно рассказывать буду дальше, я просто сегодня остановилась на наших коинах, потому что контрактные отношения открыты, поэтому для партнеров, желающих, биткоин-кошелек, компаний, Мигел все дает, пока что, до этого сюда нужно дойти, пока что нужно понять свои финансы, понять, что вы хотите и отправить документы для оформления контрактов. На сегодня информация вся, я вложила сейчас, я очень хотела в течение часа закончить, я не буду отвечать сегодня на вопросы, поэтому давайте поговорим на следующей неделе, по вопросам, я уже сказала, сегодня информационный вебинар провела по итогам вчерашней конференции мастеров. Так, я сделала запись, я думаю, мне показалось, проливен,